Добрый день, уважаемые коллеги. В принципе, на сегодняшний день мы вышли на новый уровень понимания работы иммунной системы и подходов к иммунотерапии в онкологии. Во-первых, на сегодняшний день стало ясно, что ни один препарат не обладает каким-то строго целенаправленным специфичным действием. У всех препаратов есть некий дуализм действий. С одной стороны, делают то, что мы от них хотим. С другой стороны, они могут обладать либо побочными явлениями, либо даже работать в противоположном направлении. И все зависит от конкретных условий. Во-вторых, мы понимаем на сегодняшний день, что иммунологические маркеры важны именно в качестве прогностических факторов. И одним из таких наиболее последних маркеров является как раз экспрессия PD-1 леганда, который по данным последних нескольких метаанализов оказался неблагоприятным прогностическим фактором для целого ряда злокачественных опухолей, таких как рак легкого меланома, рак молочной железы. И кроме того, на сегодняшний день наши знания о составе иммунной системы существенно выросли. И мы знаем, что иммунная система – это сложный механизм, у которого существует много участников иммунной системы. Они взаимодействуют друг с другом, они взаимодействуют со своими объектами. И именно это взаимодействие и разнообразие такой иммунной системы – это тот фактор, который может не только нам помочь, но оно может преодолеть основную проблему резистентности к стандартным ранее методам химиотерапии. Это и химиотерапия, и таргетная терапия, то есть это гетерогенность опухолевых клеток и эволюцию опухолевых клонов, потому что иммунная система обладает теми же самыми свойствами. Она разнообразна, она гетерогенна, и она обладает способностью эволюционировать. И, безусловно, исторически сложилось огромное количество подходов, направленных на активацию того или иного механизма, того или иного фрагмента развития и участка развития противоопухолевого иммунного ответа. Но наибольший успех был достигнут, когда возникло понимание того, что на всех этапах взаимодействия клеток и иммунной системы между собой во всех этих этапах участвует иммунологический синапс. Именно он определяет, в какую сторону пойдет ответ, будет этот иммунный ответ или его не будет. И вмешательство в работу иммунологического синапса, создание сначала ингибиторов, чекпоинтов, а на сегодняшний день развиваются уже и активаторы сигнальных молекул в иммунологическом синапсе, оно создало ту революцию, о которой мы сегодня говорим. Итак, на сегодняшний день зарегистрированы два препарата, которые влияют на ЦТЛА4, первую молекул иммунологического синапса, которая показала вообще возможность терапевтического воздействия на нее и открыла новую эру в онкоиммунологии. При этом и пилиумаб зарегистрирован на стране, и тримилиумаб зарегистрирован в ДИА при мезотелиоме. У нас есть целый ряд молекул, которые направлены на ось ПДА1, ПДЛ1. Это неволюмаб и пембролизумаб ингибиторы антипедиадин, и антипедиэли ингибиторы отезолизумаб, друволюмаб, авилумаб и компонент БМС, который еще пока не имеет названия. Но, тем не менее, посмотрите количество заболеваний, при которых уже есть регистрация. Есть регистрация при меланоме, раки легкого и ожидается при раке легкого у нас в стране, почечноклеточный рак, оротелиальный рак, лимфопролиперативные заболевания. В очереди очень скоро стоят опухоли головы и шеи, рак желудка. Мы знаем, что есть данные о работе препаратов при раке предстательности при опухолях ЦНС. Таким образом, фактически мы можем говорить, что препараты универсальны, поскольку иммунологический механизм и взаимодействие опухоли с иммунной системой имеет универсальный и независимый от локализации первичной опухоли характер. Здесь я попытался свести частоту объективных ответов на монотерапию иммунологическими препаратами. Обратите внимание, что если при пемболизумабе частота ответов небольшая, и при мелкоклеечном раке лёгкого есть единственное негативное исследование, где он не показал улучшение результатов лечения, то все остальные исследования позитивны. В зелёном здесь обозначены исследования третьей фазы, жёлтым второй фазы. Вы видите, что среди различных опухолей мы видим частоту эффектов в районе 20-30%. При меланоме, при раке почки, при уроталиальном раке, при опухолах головы и шеи, в сочетании с химиотерапией, отмеченную буквами С, мы видим высокую эффективность при раке молочной железы, при колоректальном раке. Таким образом, эти подходы универсальны. При этом, опять-таки, мы видим, что эффективность терапии, мы можем ожидать длительный эффект, длительный контроль над болезнью. Так вот, при опухоле головы и шеи, до 71% пациентов эффект держится больше 12 месяцев. Это отличные результаты. И, в принципе, у пациентов, вне зависимости от того, что это за пациент, мы можем видеть сходную картину. Здесь мы представляем нашего пациента, у которого была меланома кожи, который получал пембролизумаб, и мы буквально за несколько дней увидели быстрый, выраженный клинический ответ. Через 8 недель при контроле это выраженный частичный регресс заболевания. В другой случае, у пациентки с метастатическим раком легкого мы зафиксировали здесь случай псевдопрогрессирования, причем он был клинически выраженный. Пациентка к нам пришла буквально через 2 недели от начала лечения с резким ухудшением состояния, с выраженной дыхательной недостаточностью. Шел вопрос вообще, останавливаться или не останавливаться в лечении, но, тем не менее, мы не остановились, и посмотрите, что получилось. Эффект развился, состояние пациентки резко улучшилось, оно продолжает улучшаться до настоящего времени. При последнем обследовании 2 дня назад эффект был еще лучше, чем здесь. Посмотрите, насколько выраженное псевдопрогрессирование было в январе, и как это выглядело 2 месяца назад. Значительный эффект. Похожая ситуация. Пембролизумаб при уротелиальном раке. Выраженный частичный регресс к 16 неделе. Таким образом, иммуно-онкиологические препараты могут давать как быстрый, так и отсроченный ответ. И это выливается в улучшение показателей общей выживаемости. Посмотрите, та же таблица, но уже показатели общей выживаемости с медианой в месяцах. Что при меланоме мы имеем достаточно длительные медианы, они здесь не достигнуты более чем за 15 или 24 месяца. Мы видим очень хорошие результаты при раке почки. Мы видим хорошие результаты при немелкокречечном раке легкого, при раке молочной железы, при ортелиальном раке. Неплохие результаты при гормонорезистентном и химирезистентном раке предстательной железы. Новая планка при меланоме на сегодняшний день 38-45% в зависимости от экспрессии PD-1. Но мы знаем, что у нас есть другие группы препаратов, которые вроде как тоже вызывают хороший эффект. Например, при раке почки существует 6 или 7 ингибиторов тирозинки НАС, которые доказали свою эффективность. Но посмотрите сравнение между ними. Различные исследования, которые показывали эффективность, соответственно, ацетиниба, сарафиниба, темзиролимуса, иверолимуса, давитиниба и неволюмаба. Наилучшие показатели были достигнуты именно при иммунотерапевтическом подходе. Безусловно, мы давно знаем, что комбинированная терапия имеет преимущество по сравнению с монотерапией, поскольку, как правило, повреждается несколько механизмов. И вот комбинация чекпоинт-ингибиторов, таких как неволюмаб и эпилюмаб, она позволяет существенно увеличить и подтверждает эту мысль. Однако не только этой особенностью обладают иммунотерапевтические средства. Они даже после прогрессирования заболевания могут продолжать увеличивать жизнь пациентов. И могут даже, несмотря на, вроде бы, критерии неэффективности. Посмотрите, это результаты исследования Checkmate 0.25, где пациенты после прогрессирования заболевания продолжали получать неволюмаб. И мы видим, что выживаемость тех пациентов, которые получали, и у которых доктора не остановились в лечении, она была существенно выше. Это статистически значимые результаты. Это результаты, характерные для любого иммуноонкологического препарата. Последовательность применения методов. Она на сегодняшний день еще мало оценена, но она, вероятно, имеет очень большое значение. Игорь Вячеславович уже показывал результаты исследований Checkmate 64, где последовательно применялся и пилиумаб, и потом неволюмаб, или наоборот. И вы видите, что выживаемость пациентов, у которых неволюмаб шел в первой линии, гораздо лучше. То же самое мы увидим, если мы проанализируем исследование KINOT 0.6, где активность пилиумаба в первой линии была гораздо выше, чем во второй линии терапии. Наши исследования тоже показывают результаты нашей когорты пациентов, получавших пилиумаб, где наибольшая выживаемость была достигнута у пациентов, которые перед пилиумабом получили как минимум 2 или 3 варианта различной иммунотерапии в разных режимах, одевантных или лечебных. Кроме того, иммунотерапия характеризуется тем, что она может изменить течение болезни и дальше. Она обладает памятью, даже если она оказалась неэффективной. Посмотрите, исследование вроде как не касающейся иммунотерапии, это исследование NEMO, где пациенты с N-раз мутированной меланомой получали мекингибитор. Но что оказалось? Несмотря на негативность исследования, те пациенты, у которых была предшествующая иммунотерапия, получали наибольшую пользу от этого лечения. Таким образом, предшествующей иммунотерапией для этих пациентов в основном была одевантной терапией интерфероном альфа. Таким образом, иммунотерапия может оказать влияние на последующую эффективность других стандартных методов лечения. Безусловно, важные нерешенные вопросы являются биомаркеры. На сегодняшний день используются разные варианты этих биомаркеров. И PD-L1-экспрессия, о чем мы уже сегодня говорили, уровень экспрессии генов, уровень цитокинов и содержания иммунокомпетентных клеток. Но что хотелось бы подчеркнуть? Хотелось бы подчеркнуть о том, что биомаркеры важны не только на опухолевой ткани, но и на иммунокомпетентных клетках. Поскольку здесь представлено исследование МВГОР-2010, где оценивалась терапия от эзолизобумабом. И именно наибольшее значение имели подсчет экспрессии PD-L1 не только в опухолях, но и в иммунных опухолеинфильтрирующих клетках. И тогда удавалось выделить тех пациентов, которые получали наибольшую пользу от лечения. Безусловно, революционные методы, влияющие на активность иммунологического синтеза, про них можно говорить много и, наверное, ни одну конференцию. Но, тем не менее, другие клеточные методы тоже есть. К сожалению, они на сегодняшний день более забываются, и энтузиазм по поводу них все меньше и меньше. Не благодаря тому, что они плохие, а благодаря тому, что у нас есть методы, ингибиторы PD-1 или PD-L1, о которых мы ожидаем очень много, которые позволили существенно изменить наш взгляд. Но, тем не менее, про другие методы тоже не надо забывать. Вот это результаты нашего исследования, где мы сравнили эффективность вакцинотерапии от латогичными дендритными клетками, которые пациенты получали в лечебном режиме, то есть при методистатической меланомии. Эффективность терапии и плюмам, которые пациенты получали также в лечебном режиме, также при методистатической меланомии. Вы видите, медиана времени общей выживаемости для плюмам была достаточно хорошей – 18,4 месяца. У вакцин 12,6 месяцев. Здесь нет статистически значимых различий между этими группами. Безусловно, может быть, эти группы не такие большие. Но, тем не менее, методы направлены на усиление презентации антигена, цитокины, они не должны сбрасываться со счетов. Это методы работающие, вероятно, комбинирование их с новыми методами иммунотерапии позволит улучшить ситуацию. Более того, мы должны знать, какому пациенту какой метод дать. Это вопрос для будущих исследований, для оптимизации лечения, поскольку новые подходы, несмотря на их революционную значимость, они, к сожалению, мало доступны на сегодняшний день. И нам надо либо отбирать пациентов, которые получат наибольшую пользу от этого, либо сделать так, чтобы каждый конкретный пациент мог получить эту наибольшую пользу. Безусловно, нас ждут большие многочисленные комбинации, но что касается эффективности, можно предполагать, что они будут еще лучше. Что касается цены, сложно предполагать, сколько это вообще будет стоить, и кто это сможет получить, особенно вот эти квадрокомбинации на сегодняшний день. Нам еще много предстоит узнать и про комбинированную терапию, и про последовательную терапию, но, тем не менее, кое-что уже здесь мы знаем. И такое большое поле взаимодействия между различными методами, безусловно, оно должно привести к существенному прорыву в лечении злокачественных опухолей. Спасибо за внимание.